привет youtube сперва хочется сказать огромное спасибо за ваши лайки да и за дизлайки тоже потому что если кто не знает лайки и дизлайки одинаково продвигают видео огромное спасибо за ваши комментарии не стесняйтесь их писать потому что они помогают мне улучшить качество моих видео от качества моих видео собственно зависит ваше удовольствие от просмотра поэтому пишите не стесняйтесь я их все читаю естественно на некоторые отвечаю какие-то лайкаю некоторые люди в комментариях пишут чтобы я убрал веб q и я знаю с чем это связано это связано с видео про моды в вальхемия которое вы кстати можете посмотреть и вот здесь вот по всплывашечке она набрала уже больше тысячи просмотров что конечно для ютуба немного но для моего канала это довольно приличная цифра поэтому спасибо вам огромное и за это так вот в этом видео моя веб-камера слишком высоко находится и поэтому там не видно некоторые ячейки инвентаря в сундуках с тех самых пор я опустил камеру чуть ниже поэтому теперь все видно но я хочу вам сразу сказать что вы конечно можете писать комментарии по поводу того чтобы я убрал в обку совсем но я этого делать не буду потому что я посмотрел многие видео по вальхейму других ютуберов и очень много из них вообще не используют веб-камеру это же не мой подход потому что я во-первых стример а во вторых я хочу устанавливать с вами зрительский контакт потому что я думаю что это намного лучше когда у нас с вами происходит подобного рода диалог то есть мы с вами практически общаемся в прямом эфире вы видите меня якобы то вижу вас и общаюсь вместе с вами и мне кажется это как-то более положительно влияет плюс уж я не думаю что я настолько уж страшный что вам совсем не нравится в общем о чем мы будем говорить сегодня зато музыка надо сюда еще этот падающий бройлер 417 или как его там в нормандию осуждаю змей харапунут харапунут чаево пиявка покусает скелет бей змеюку не того бьешь змеюку бей милка ушла мама кончилась неманах и стамина живу просто не могу и змеюку ушла сука змеюку упустил из-за вас у чего вылупились вас четверо против одного говорить мы сегодня будем как соло победить серпента ну или гадюку или морского змея называйте как хотите и да это были мои вырезки с моего twitch канала так что тоже не стесняйтесь переходите по ссылочке обязательно в описании вот там происходит иногда забавные моменты приходите мы с вами пообщаемся обсудим вообще все что вам интересно или мне интересно обсудим вальхейм кино или вообще все же какие угодно игры обсудим все с вами обсудим будет интересно так что заходи не стесняйся приходи там ждут ребята с твича который тоже готовы с вами пообщаться с новыми ребятами поэтому давай заходи переходи по ссылке пришел пришел отлично я не смею вас больше задерживать поэтому давайте перейдем уже кролик так что же нам делать если мы вдруг плывем где-то в море и на нас нападает морской змей во первых не нужно паниковать а во-вторых чтобы его легко победить нам понадобится такой предмет который называется гарпун бездны и собственно как же его получить на самом деле плюс этого предмета в том что он делается из максимально простых ингредиентов если мы зайдем верстак гарпун бездна делается из 8 качестве древесины то есть из березы 30 хитина и 3 кожаных обрывков очень просто однако вы наверно спросите где взять хитина но игроки которые давно играют прекрасно знает где взять хитин ну а кто играет совсем недавно и столкнуться с морским змеем тоже совсем недавно и не знает как его побеждать или не получается у вас побеждать его из лука я вам сейчас расскажу где взять тот самый хитин добывается он тоже очень и очень просто thin вальхими добывается только в одном известном пока что по крайней мере месте это вот на таких вот островах и на самом деле это даже нельзя назвать островом потому что если мы уберем сейчас отсюда метку то по карте мы находимся просто в открытом океане но при этом так сейчас я верну метку так пропишу что тут у нас хитин чтобы просто не потерять потому что вы на карте просто не увидите никакого никакого клочка земли и в океане здесь будет просто океан поэтому если вы найдете вот такой вот остров на котором растут вот такие вот полипы то напишите обязательно метку у себя на карте чтобы просто не забыть так вот здесь мы сталкиваемся с особенностями появления мира вообще в альхейме его образование потому что один мой подписчик на твиче рассказал мне что он уже давно играет в альхейм он уже убил ни одного и не двух и не трех боссов в альхейме и все это время пока он плавал по морям в альхейме он не нашел ни одного вот такого вот острова хотя морских змеев он встречал довольно часто и получается он просто не может сделать себе гарпун чтобы ему было легче убивать морских змеев так вот как добывается хитин вам нужно просто кирка у меня это железная кирка у вас это может быть на самом деле абсолютно любая терка здесь растут вот такие вот полипы и вот эта фигня начиная двигаться на самом деле и вам становится довольно страшно возможно не знаю как вам нам нет довольно страшно становится возможно в будущих обновлениях разработчики добавят что-нибудь да это что эта штука определенно начинает двигаться слушайте раньше по-моему такого не было такого раньше действительно на самом деле не было по-моему это добавили совсем недавно слушайте даже не знаю сейчас что сейчас будет происходить он ходит под воду да да он уходит под воду он начинает уходить под воду я экстренно плыву к своему кораблю ребята это непредвидная ситуация я сейчас не играю вам на камеру но он действительно ушел под воду а и я не знаю что сейчас произойдет может быть он меня съест на самом деле такого действительно раньше не было и это действительно живое существо какие предполагал у себя на стримах как я предполагал на в самом начале вообще игры как только купил вольхейм как нашел первый вот такой вот островок это действительно не остров это какое-то живое существо возможно это как-то гигантская скандинавская черепаха у меня здесь еще один есть такой же такое же существо с хитином на плечах давайте туда сплаваем и я еще раз покажу как добывается хитин попытка номер два на самом деле я вам честное слово не могу сказать появляется ли этот остров точнее получается это не остров это какая-то какая-то сущность возможно черепаха возможно еще что-то огромный кит честно даже не знаю в общем я вам точно не могу сказать пока что появляется ли он обратно я надеюсь что появляется потому что если у вас допустим сломался гарпун или вам еще для чего-то нужен хитин искать постоянно новый остров по моему это как-то не очень круто и под воду он уходит как вы видели довольно быстро поэтому лучше играть с друзьями конечно чем соло в общем давайте попробуем еще раз я сейчас быстренько соберу хитин в общем все что вам нужно это кирка который вы быстро добываете хитин из вот этих вот выступов полипов и кстати посмотрите на этот раз ничего не происходит никакой дрожи земли а нет началось ладно не будем его тревожить давайте просто уйдем отсюда а то мало ли он еще решит напасть или съесть мой корабль вместе со мной в общем из этих полипов вы добываете хитин который вам нужен для создания гарпун и бездны слушайте мне прям хочется посмотреть что это и кто это я хочу увидеть его лицо на самом деле пока что он просто уходит под воду возможно потом добавит обновление где он действительно будет выныривать или что-то типа того на самом деле я вам честно клянусь это для меня тоже сейчас открытие потому что я только два дня назад или день назад даже позавчера я последний раз играл в альхейм и этого не было а сейчас это добавили и я довольно обескуражен этим в общем после того как вы сделали себе гарпун бездны начинается на самом деле самое сложное потому что вам нужно найти морского змея и это может занять довольно много времени потому что я лично искал своего первого змея в этом мире довольно долго я плавал до массы костей искал где он находится и первый раз то есть вот посмотрите сколько я исплавал вот здесь вот здесь вот вот тут первый раз своего морского змея я встретил аж вот здесь спустя довольно много времени поэтому сейчас я отправлюсь на поиски какого-нибудь морского змея не знаю куда может быть пойду исследовать новые территории где-нибудь вот здесь для вас всего секунду пройдет а для меня возможно час возможно два возможно вечность в общем увидимся как только я его найду слушайте я плаваю уже на минут 30 и до сих пор не встретил ни одного морского змея я уже даже специально тусуюсь рядом с болотами в надежде что здесь какой-то увеличенный шанс его найти в океане потому что болото все-таки более высокоуровневая враждебная зона но пока даже вот специально на медленной скорости проплываю мимо болот может быть он где-то как-то за триггериться но пока ни одного змея я не встретил пошли вы наконец это произошло блин на самом деле не самое лучшее место где его можно было найти потому что суши здесь довольно далеко однако я надеюсь что я сейчас смогу вернуться обратно на сушу мы еще и попали естественно в шторм в довольно сильный который ломает наш корабль я надеюсь вместе с этой змею к и мой корабль не сломается смысле шторм не сломает мой корабль вместе с этой змею кай мы сейчас возвращаемся быстрее на берег потому что нам нужно от гарпунить его от буксировать так сказать на берег проблема в том что сейчас идет шторм и это будет довольно сложно сделать потому что корабль будет трясти туда-сюда но на самом деле это хорошо потому что если мы его нашли больше он никуда от нас не денется если он отстал и не плывет за вами вы можете вернуться обратно в океан и он будет сидеть на этой точке креветка ты от меня никуда сегодня не уйдешь мне нужно записать ролик поэтому давай-ка ты возвращайся ко мне нет ты посмотри на него он возвращается в океан шторм не на шутку разошелся придется видимо его гарпунить от самого океана от самого центра океана так но он стригерился хорошо все змей гарпунт возвращаемся он будет кусать ваш корабль он будет пытаться съесть вас но вы не бойтесь главное не паниковать и вернуть его на берег точнее не вернуть а привезти не забывайте что гарпун может соскочить поэтому следите за этим и вовремя пытайтесь его с гарпунить снова возможно поможет снижение скорости чтобы не так сильно натягивалась веревка когда он будет пытаться вас укусить вы можете открывать парусона полную чтобы увеличить скорость а потом снова их спускать чтобы не натягивалась слишком сильно веревка от гарпуна так мы почти уже у берега почти у берега также отличным лайфхаком является то что змеюка является противником для всех существ которые живут на суше поэтому когда вы ее вытяните на берег то ее начнут бить и пинки и скелеты и драугры в зависимости от того куда вы ее привезете так давайте попробуем высадиться вот здесь выпрыгиваем с корабля и вытаскиваем нашу змеюку наружу на берег когда вы его вытащите на берег лучше не бегите чтобы веревка не обрывалась она будет пытаться уйти обратно в море но на берегу она не представляет никакой опасности вы можете с легкостью просто забить вот собственно и все на берегу она абсолютно не представляет никакой никакой опасности так что давайте посмотрим теперь что из нее собственно выпадает и змеюки выпадает мясо довольно питательное его довольно много а также выпадает чешуя змея в количестве 9 штук мне сейчас выпало 9 возможно кстати может быть по-моему в прошлый раз когда я убивал змея мне тоже выпадало 9 но возможно вам выпадет больше а возможно и меньше теперь все что остается сделать это построить верстак со спокойной душой починить корабль и уехать домой из чешуи морского змея вы сможете сделать вот такой вот замечательный щит который называется змеиный щит делается он довольно просто для этого вам потребуется 10 качественной древесины 4 железа и 8 чешуи змеи то есть с одного змея вы сможете сделать сразу себе вот такой вот прекрасный щит чем же он хорош а тем что он дает вам 90 силы блокирования и если обратить внимание то даже серебряный щит который делается из серебра дает вам всего лишь 75 блокирования а змеиный щит аж 90 единственный его минус то что обычно щиты снижают скорость передвижения на 5 процентов а змеи щит на 10 процентов но сил блокирования я думаю того стоит из мяса которое вы добыли тоже из змея вот этот мясо она жарится просто настойки для готовки вы сможете сделать рагу из змеи то есть вы сначала приготовили мясо и потом вы сможете сделать рагу из змеи который требует гриб 2 меда и приготовленное мясо обратите внимание что рагу из змеи дает вам 80 здоровья 80 выносливости 4 исцеления птика и 2400 секунд длительности но это ли не идеальная еда для того чтобы пойти сражаться с каким-нибудь боссом также хочу вам напомнить что если вы собираетесь убивать змея не вытаскивая его на берег с помощью гарпуна прямо в море обстреливая с друзьями допустим его из луков прямо с лодки то мясо которое из него выпадет она будет оставаться на плаву то есть на поверхности воды вы сможете его подобрать однако же чешуя змеи она сразу пойдет ко дну и вы не сможете ее залутать и сделать себе змеиный щит поэтому для того чтобы получить чешую змеи вам придется все равно сделать гарпун и вытащить его на берег вот такой вот ролик получился ставьте обязательно лайки или дизлайки если вам не понравилось это видео обязательно пиши комментарии про что ты еще хочешь увидеть ролик в альхейме не забывайте что кабан любит вас и я вас тоже очень люблю увидимся с вами в следующих роликах не забывайте про twitch ссылочка как всегда будет в описании увидимся как только так сразу всем пока